Вот такое сложное задание, потому что возможно с нахрапа сейчас сразу кому-то его не сделать. Ну, это и не страшно, это нормально. Потому что именно этим мы и будем заниматься, когда вот в следующие дни, в четверг, в субботу и на следующей неделе еще мы будем последовательно идти по методам. И мы там как раз будем погружаться в ответы на эти вопросы. Но в голове эти вопросы иметь надо, если вы на них можете уже ответить, это хорошо. Если не можете, тоже нормально. Ну, в общем-то, первый вопрос простой. Это вот то, чем мы очень долго занимались, это вот по этим участкам, которым вы работаете. С теми материалами, которые вы уже набрали, с теми картами, космическими снимками, другими, любими другими материалами. Вот как вы считаете, достаточно вот их, чтобы их напрямую использовать? Это что значит? Это значит, что на одном глаз есть... Во-первых, они нужны разновременные картографические материалы, космические снимки. Чтобы можно было сравнивать, чтобы можно было наложить один на другой и, соответственно, увидеть фактически, как же смещалось русло. И для этого они должны быть разновременные, для этого они должны быть относительно крупные, эти материалы, картографические, космические снимки, чтобы русло на них было видно. И, соответственно, там должно быть достаточно того, чтобы их можно было совместить. Но это вот методы, к которым перейдем. Это первый вариант. То есть, да, материалов достаточно. Второй вариант. Недостаточно. Материалы есть, но они какие-то мелкие, они какие-то вот не те. По ним вот выяснить, что же с рекой происходило, непонятно как. Тоже нормально. Это разные ситуации. И как раз вот именно так и делятся у нас. У нас все методы делятся как раз на эти две части. При наличии данных и при отсутствии данных. Если залезете вы в нормативные документы действующие, в СН-163-83 и другие, там нет такого. Там только лишь есть карты. Возьмите карты. Там считается, что вот всегда карты есть. Всегда они есть, всегда они разновременные. Всегда они разные. Всегда они крупные. Всегда на них русло видно. И мало того, даже видно, что с руслом происходит. В реальности у нас не всегда будет при наличии данных. У нас довольно часто будет при отсутствии данных. И вот эта система методов, в которой я сегодня быстро вам все расскажу, она как раз включает вот эти вещи. И когда есть карты, ну и точнее карты-то есть, когда есть такие карты, которые можно использовать, и эти же карты могут быть, но их нельзя использовать. Вот это первый вопрос, первый ответ, на который прошу дать себе. В ответ, если не сейчас, то постепенно, вот в результате нашего общения. Второе. Определите тип русло-процессов. Да что это? Это как раз и есть ваша описаловка. Если в результате этой описаловки вы убеждены, что у вас свободное имя адрирование, то можно потом сделать вывод, да, это свободное имя адрирование. Если в результате вашей описаловки вы понимаете, что это помощь и вытип процессов, отлично, значит делайте вывод, что это помощь и вытип. Если вы в результате вашего описания не можете сделать никакой вывод, тоже нормально. Это что? Да это беда нормативов. Это беда типизации, вот этой законной. Просто такая схема деформации, которую в реальности вы видите, которую вы изучили, которую вы описали, она просто не описана в нормативных документах. Ну и хорошо, ничего страшного, это беда нормативных документов. Это не наша с вами вина, это не вина реки, это вина нормативов. Но все это нам нужно ответить на эти два вопроса, первый и второй. Хватает карт, не хватает карт? И какой тип процессов? Почему? Потому что это как раз два критерия. Это два критерия, по которым мы выбираем метод. Точнее не мы даже выбираем, а метод выбирает нас. Вот метод соответствует этой ситуации. То есть мы не вольны выбирать, давай-ка я так или давай так. Нет, не получится. У нас сама ситуация в виде наличия и отсутствия карт, в виде разных типов процессов, заставляет принять только лишь какой-то соответствующий, правильный, единственный метод. Вот, коллеги, задание. Не обязательно быстро это делать, но постихонечку надо на него отвечать. И соответственно, для того, чтобы вспомнить вообще, что же мы делаем, коллеги, вот эти методы, которые сегодня я быстро вам расскажу все. Надо сначала вспомнить то, с чего мы начинали. Это была у нас первая тема прошлого месяца. Что такое ППР? Вот чем же мы будем заниматься? Мы будем заниматься методами обоснования ППР. Соответственно, методами обоснования чего? Вот методами обоснования такой вот специфической линии. Не прогноз, докуда размоет. Это пусть ученые этим занимаются. Нам в реальности это никогда не успеет. А оценка возможных, максимально возможных деформаций, которые могут быть за расчетный период. Вот что это такое. Ну, я надеюсь, что в какой-то мере это все уже давно прочувствовано. Соответственно, у нас методы будут заточены именно на эту. Не под прогноз, а под оценку. Ну, или расчет. Соответственно, что там происходит с руслом, мы часто не знаем. Там может быть все, что угодно. Главное сказать, что вот здесь, за пределами этой линии, все хорошо. Мы больше говорим о том, что за пределами этой красной линии. Вот эта зеленая штриховка вокруг. Вот там все хорошо. А вот что внутри, там непонятно. Там плохо. А насколько плохо, непонятно, насколько плохо. Иногда понятно, да, непонятно. Это не важно. Вот. Вот мы такую линию будем обосновывать. И у нас, вот уже фактически переходим к сегодняшней теме. У нас есть три вида деформаций, которые происходят с речными руслами. Первый вид деформаций, так называемый горизонтальный, они же плановые, они же береговые, влево-вправо. Это целая группа. Будем думать на эту тему. Вторая часть. Это глубинные деформации. Или донные, или вертикальные. Если здесь горизонтальные, то тут у нас вертикальные. Если здесь береговые, то здесь глубинные. Если здесь, в общем, соответствует. И третий вид деформации отдельно. Это пойменные протоки. И вот в результате последовательного ответа на эти три вопроса, что с рекой вправо-влево может быть, что вниз может быть, что может быть с пойменными протоками, у нас появляются уже практические обоснования, для того, чтобы из этого знания как раз и обосновать вот этот наш требуемый ППР. И раз, два, три. Три части, соответственно, также делятся и наши методы. Как раз вот здесь, правда, они по горизонтали. Вот первая строка большая, это вот горизонтальные. Вторая строка вертикальные. И третья строка, это пойменные протоки. Последовательно, три шага. Из которых потом получается результирующий шаг по построению непосредственно самого ППР. Мечта была бы, если бы у нас одновременно мы могли бы оценить по какой-то реке сразу. И горизонтальные, и вертикальные. Как-то сразу так. Но, к сожалению, пока нет таких методов. Кроме одного случая, потом покажу, там есть такой моментик, когда одновременно оба учитываются. Но в целом мы отдельно делаем. Видите, прямо две строчки, три строчки. Первая отдельно горизонтальные, отдельно вертикальные, отдельно горизонтальные, отдельно пойменные протоки. Соответственно, именно так и будет наш месяц следующий посвящен. Мы так и будем. Сначала будет, условно говоря, неделя по горизонтальным деформациям, потом неделя по вертикальным деформациям, и потом не неделя, а там, наверное, одна-две встречи по пойменным протокам. Это есть структура нашей месяцев, наших вебинаров. И это одновременно структура вот этой основной части раздела по прошлому процессу. Нужно последовательно сделать эти действия. И, соответственно, применить нужный метод. Вот. И второе деление, видите, так как это табличка, мы поняли, как деление по горизонтали. Коллеги, кто понял, кто второй раз, кто пятый раз, это все слушает. Вот. Напишите плюсик.